Играет музыка Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородица Родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего Заслуживающего даже большего почитания, чем Херувим и достойного, больше прославления, чем Серафим Безболезненно родившую Сына Божия, истинно Богородица Тебя величает Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков, аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери Сила Честнага Житворящего Христа и Святого Ангела Моего Хранителя И всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного Потому как Ты благ и человека любец, аминь Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас И очисти нас от всякой скверной и спаси благие души наши Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, всегда, и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи О чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши Святые, посети вселеневощи нашей имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подаваем на каждый день, прости нам долги наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавой, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Остав после сна, преподавая к стопам Твоим благи и ангельскую песню, наглашай Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, молитва и Богородица помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ля сна, Ты поднял меня, Господи. Ум и просвети сердце, и открой устамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется идея. Идеяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слов Твоему, развивать заповеди Твои, и исполнять волю Твою, и открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в загадарном сердце, и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, всегда, и вовеки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю нашему Богу. Двадцать седьмой псалом. Двадцать седьмой псалом. К Тебе, Господи, взываю. Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим могилам. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нищтивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздаем по делам их, по злым поступкам их. По делам руки их воздаем, отдаем заслуженное ими за то, что они невнимательны к действиям Господа. И к делу рук его, он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя, и щит мой, на него уповало сердце мое. И он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песней моею. Господь, крепость народа своего, и спасительная защита помазанька своего. Спаси народ твой, и благослови наследие твое, спаси их и возвышай их вовеки. Воздайте Господу, Сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господень над водами, Бог славу возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, Глаз Господа величествен, Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские, и заставляет их скакать подобно телецу, Ливан и Серевон, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламени огня, Глаз Господа потрясает пустыню, Потрясает Господь пустыню Кадес, Глаз Господа разрешает от бремени лани, И обнажает лица, И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, И будет восседать Господь царем вовек, Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Превознесу Тебя, Господи, Что Ты поднял меня, И не дал моим врагам восторжествовать надо мною, Господи, Боже мой, Я возвал Тебе, и Ты исцелил меня, Господи, Ты вывел из ада душу мою, И оживил меня, Чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, Славьте память святыни Его, Ибо на мгновение днев Его, На всю жизнь благоволение Его. Вечером отворяется плач, А на утро радость. И я говорю в благоденствии моем, Не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, Но Ты сокрыл лицо Твое, И я смутился. Тогда к Тебе, Господи, Взывал я, И Господа моего умолял. Что пользуешь крови моей, Когда я сойду в могилу, Будет ли прах славить Тебя, Будет ли возвещать истину Твою. Ослышь, Господи, И помилуй меня, Господи, Будь мне помощником. И Ты обратил все этого не мое в ликование, Снял с меня в ретище, И припоясал меня в веселье. Да славит Тебя душа моя, И да не умолкает. Господи, Боже мой, Буду славить Тебя вечно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и присно, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и пресно, и во веки веков Аминь Боже, очисти меня грешного Ибо я никогда не делал ничего доброго Придите, поклонимся, и пойдем ко Христу, Царю Богу нашему Придите, поклонимся, и припадем к самому Господу, Христу, Цареве и Богу нашему Боже, очисти меня грешного Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста И восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда, и во веки веков Аминь Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси И, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшись Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христе Божий Спаси меня, ладыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе И по милосердию Твоему принимаю за угодно Тебе дела Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения И спаси меня, и введи в царство Твое вечное Ибо Ты, мой Творец, Источник и Податель Всякого блага, на Тебя вся моя надежда И я возношу Тебе хвалу Ныне и всегда, и во веки веков Аминь Господи По обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне работу ему Прошедшее время этой ночи провести без напасти И всякого вражеского зла Ты сам, владыка, Творец всего сущего Удостой меня при свете Твоей истины С просвещенным сердцем исполнять Твою волю Ныне и всегда, и во веки веков Аминь Господи, Вседержитель Божьей силы бесплодных и всякой плоти На высотах небесных живущие, озирающие долы земные Наблюдающие сердца и помыслы И ясноведающие тайны человеческие Безначальный, вечный и неизменный свет Который не оставляет места затененного на своем пути Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время Надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью Вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа И дары нас бодрствующим сердцем И трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни В ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия единородного Твоего Сына Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Когда общий Судья придется славу задать каждому по делам Его Да найдет Он нас, не лежащими и сонными Но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его И готовы мы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его И непрестанные голоса торжествующих И невыразимой радостью видящих несказанную красоту лица Твоего Ибо Ты, истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир И Тебя воспевает все творение в веки вечные Аминь Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержанность мою Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела Прости Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аминь! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Господи, смири власть и воинство их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви, и в разуме их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступищество от Тебя. Слава Тебе, Христе Божий наш, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою, и для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день сохраненных от всякого рода зла и греха, от нарушения заповедей Твоих, от непосильных искушений. Защити жилища наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, брати, за свою болящую Людмилу, любовь Владимира, Алексея и Осипов. Прищи добрые жители, знающих и любящих Тебя с детьми, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. Побуди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Арахиль, Ездру, Рустика. И даруй добрую веру Тимуру Самириш, дабы не верили лжепророкам. Все и помилуй Екатерину, Екатерину, Галину. Возри на угрозы врагов и примири их с нами, если угодно Тебе, Господи. И в судный день не помяни их лжи и безумия. Не дай им погибнуть. И ты уже смиряешь их. Посети наших благодетелей. Воздаем добро в этой жизни и в будущее. Елену, Людмилу. И обрати Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрия. Посети болящих. Дай силу перенести страдания. И пошли им исцеление. Лариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду. Алифтину, Людмилу, Татьяну, Татьяну, Нину, Валентину, Валентину, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться на пользу человека. Слава Тебе. Путешествующих, Благослови. Раису, Льва, Виктора. Изврати их домой, если угодно Тебе. Найди все наше родство и обрати их. Корни их. И отростки. И вдойки Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И романа избавь от духа лжи. Не дай ему погибнуть. Благослови Виталия и Никиту. Дай им желание трудиться всегда в поте лица. Дабы было еще выделять нуждающимся. Аллилуйя. И от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Слава Тебе, Боже наш. Сохрани наше сокровище здесь и в интернете. Всех помогающих нам там быть. Воздаем добром. И трудящихся благослови Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава. Слава Тебе. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонида, Леонтия, Симона. Хвала Тебя, наш Господь. Да будет благословен сей день. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна. Слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии нашим по благовестиям. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. И посеянное нами додаст добрый и старичный плод. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Креститель, Претеща Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Быть во всем экономным. И видеть нуждающихся в нашей помощи и помогать им. И каждому дару и жилье Господи Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец. Моли Бога о нас. Вы, святые пророки, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуила, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниемя, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрак и пророк Михея, Абрам и Саакьяков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего Отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. И не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Упокой, Господь, в обителях небесных, усопших отцов и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей. Вчера умер Всеволод Щаплин. И раба твоего, Всеволода, помилуй, Господи. Прости всякое согрешение, вольное и невольное. Проведи душу ее по мытарствам. Аллилуйя! Молите Бога, Ана, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ. Космай, Дамиян, Андрей, Стротиалат. Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой. Чтобы никто не принял начертания зверя Антихриста. Делай добрую веру Анфиму, Вениамину, устрашив родителей за такое ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Еву. Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серапим, Саровский. Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский. Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысл еретиков разруши в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, феклы первомущницы, Фатина, Самарянина, Феврония. Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан. Варвара, Екатерина, Перепятуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина. Молите Бога о нас. Задарует Господь женам и девам послушание. Молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого рода зла и греха. Исправь непокоримость Галины, семейства ее Евгений, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны. И прими, Господи, нашу молитву возъянья рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу, Господи, с молитвами всех святых Твоих, молящихся к Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, Господь и Бог наш, прими молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни ее, «Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий, Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа и пролитой им при чистой крови, прими нашу молитву о всех исповедавших, желающих прощения грехов своих, прости их и помилуй, исполни доброе желание их. Тебе, Боже, слава и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь». Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Богу нашему славу. Доброе утро всем. Я еще раз напоминаю, мне никогда на телефон не посылайте ничего. Снять так трудно, так много снимают. Я же ни рубля не беру. Как накапливаются, я отдаю телефон кому-то, кто нуждается, они сами снимают. Пошли сейчас чуть не полторы тысячи отдайте за то, чтобы снять деньги. Ну и не стали снимать еще. Кто перечисляет? Никто не говорит. Прошу и никак не добьюсь. И по почте никогда ничего не посылать. И никаких лекарств не покупать. Я ничего в рот не возьму. Если желаете что-то узнать, сначала ко мне выйдете. У меня есть карточка, есть книжка, сберкнижка. Деньги-то мне ни одной копейки не идут ниоткуда. Со мной идут люди и из рук в руки берут. На деньгах моих даже отпечатки пальцев нету. Я к тому это говорю, чтобы знали, что у меня другие принципы. Я еще раньше, 58 лет назад, сказал себе, нигде ни копейки никак. Если мне нечаянно в керманы где-то сунули, деньги обнаружил, я обязан их по моей структуре вернуть и добавить что-то к ним. И чем больше мне присылают, тем беднее меня делают. У меня и так ничего нету. До последнего времени пенсия была 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. А сейчас что-то добавили там. Ну, какие-то копейки. Не делайте этого. Я просто прошу, знаю вашу доброту, благодарю заранее. Вы делаете не для меня, что это посылаете, а для Бога. Повторяю, за всю жизнь одна копейка ни один цент ни в Америке ездил, ни здесь. Будь в мои руки не застряло. Я хвалюсь моим Господом. Аллилуйя. Так, я голубя выпущу сейчас. А потом кошек. Дам ему прогулять. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3178. Вы распространяли всюду брошюру Виктора Потапова про таерея из Вашингтона, где он показывает предательство московской патриархии. «Неужели и он ныне за соединение?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Более других. Вопрос. Отец Виктор, как вы считаете, достиг ли всезарубежный собор своей цели? Отвечает Виктор Потапов. Да, он, безусловно, достиг своей цели. Многие ожидали, что собор назначит какие-то сроки для полного восстановления евхаристического общения между двумя разделенными церквами – Московским патриархатом и зарубежной церковью. Четвертый всезарубежный собор носил консультативный характер и не был вправе что-либо решать. Его делегаты высказывали свои взгляды, мнения, сформулировали резолюции, в которых недвусмысленно заявлено, что мы чаем евхаристическое общение с церковью на родине. Люди откровенно высказывались за и против, и, честно говоря, я начал думать, что, быть может, оппоненты возьмут верх. Но тут на наших глазах совершилось Божие чудо. Целый ряд моментов повернули вспять, и оппозиция буквально испарилась. Нас было четверо священников. Отец Александр ознакомил нас с текстом. Мы его обсудили, сделали некоторые предложения и внесли какие-то поправки. Но после двух часов дискуссии мы решили пойти в собор, положить резолюцию на гробницу с мощами владыки Иоанна Шанхайского и отслужить молебен вспоминанием имен всех участников собора. Мы так и сделали. После горячей молитвы мы молча разошлись по домам. На следующее утро отец Александр принес эту резолюцию в напечатанном виде, и после двухдневной дискуссии все, в том числе и противники воссоединения, отступили и начали обсуждать конкретно резолюцию. Она была принята подавляющим большинством голосов, можно сказать, единодушно, так как меньше 5% участников проголосовало против резолюции. Вспоминаю, как еще до принятия резолюции оппозиционеры вновь и вновь выступали с одними и теми же аргументами. Владыка Амбросий швейцарский, который тяжело болен и прилетел на собор в очень плохом состоянии, просто не выдержал эти реплики и сделал присутствующим выговор. Он строго сказал, «Дорогие делегаты, не забудьте, что мы с вами не на политическом митинге, а на церковном соборе. А церковный собор, как своего рода священно действие, которое не терпит ничего лишнего, прекратите демагогию». Эти слова, я думаю, послужили поворотным моментом в работе собора. Многие делегаты, с которыми я общался, а я старался каждый день общаться с людьми из разных стран и епархий, особенно с теми, кто был настроен против объединения, говорили мне, что они решили выступить за восстановление евхаристического общения с Московской Патриархией, потому что на соборе получили полноту информации, узнали гораздо больше, чем раньше, о процессе объединения, о переменах в церковной жизни России, и поняли, что воссоединение – это Божие дело. Архиереи твердо намерены довести это важное дело до конца. Другого толкования деяниям соборов просто быть не может. Епископ Агафангел, который представляет зарубежную церковь на Украине, к сожалению, тоже повинен в том, что распространяется такая дезинформация. Его позиция в отношении воссоединения очень жесткая. Хотя он подписал послание Архиерейского собора, он также составил свое особое мнение. Наша церковь не намерена отступать от избранного курса. Кстати, советую прочесть очень интересные размышления епископа Евтихия Ишимского и Сибирского. «Мои переживания на Четвертом Всесорубежном соборе, приведшие меня к покорности воле Божией». Владыке были смешанные чувства по поводу восстановления церковного единства, и в этой своей статье трогательно и откровенно рассказывается, как целый ряд чудесных явлений на соборе убедили этого человека. 16 лет назад из принципиальных соображений порвавшего с патриархии пойти на объединение. Мы просто констатируем факт того, что многих наших прихожан смущает участие Московского патриархата во Всемирном Совете Церквей. «Мы не ставим условием воссоединения немедленный выход из Всемирного Совета Церквей, но хотели бы, чтобы со временем он состоялся. Что касается поместного собора, мы, конечно, хотели бы когда-то дожить до дня созыва столь представительного собора, но лично я считаю, что поместный собор в скором времени созван не будет. К нему нужно долго и тщательно готовиться, отыскать трудоспособных, знающих церковно-грамотных делегатов, представителей всех течений Российской Церкви. Для этого потребуется много времени и немалых средств. В резолюции Всезарубежного Собора высказано лишь пожелание о будущем созыве Всероссийского Собора, который займется проблемами современной церковной жизни и вынесет авторитетное суждение о деяниях Московской Патриархии и Русской Православной Церкви за границей в XX веке». Вопрос вспоминания Патриарха Алексия II в наших храмах. Будет ли его имя возноситься во всех церквах или только в кафедральных соборах? Дело в том, что многим нашим старожилам нужно преодолеть воздвигнутый десятилетиями жизни на чужбине психологический барьер. Трудно им свыкнуться с мыслью, что церковь воссоединяется и что на их тенях будет поминаться Патриарх. Они воспитывались в особых условиях в духе антикоммунизма и за эти годы привыкли к тому, что церковь в России находится в состоянии полного подчинения правительству. К вопросу поминовения в РПЦЗ святейшего патриарха нужно применить пастырский подход и, насколько я знаю, в священном начале московского патриархата это понимает. Другой вопрос, требующий четкого определения, касается имущества нашей церкви за рубежом. Многих беспокоит, как бы Москва не захватила наше имущество. Этот вопрос озвучен в каноническом акте, но, очевидно, его следует доработать на следующей встрече или встречах двух согласительных комиссий. По количеству приходов наша зарубежная церковь мала, особенно по сравнению с Русской Православной Церковью. Но, тем не менее, все эти годы она совершала действия, которые принесли зримые плоды для всего русского народа. Например, причисление к лику святых новомучеников и исповедников российских в 1981 году. Спустя несколько лет после этого праздновалось тысячелетие крещения Руси. Затем наступило долгожданное крушение коммунизма, о котором мы молились ежедневно. Эти события находятся в неразрывной связи друг с другом. Мы причислили к лику святых Иоанна Кронштадтского, блаженную Ксению задолго до того, как это стало возможным в Московской Патриархии. Это тоже повлияло на развитие духовной жизни в России. Мы всегда и при каждом удобном случае выступали в защиту гонимых верующих. Я лично в течение многих лет возглавлял межюрисдикционную церковную организацию Комитет защиты гонимых православных христиан в России. Мы говорили правду о церковной жизни в России. Так что, хотя РПЦЗ маленькая величина, она принесла Родине много пользы. Я вовсе не утверждаю, что зарубежная церковь без ошибок. Их было немало. Владыка Марк об этом откровенно говорил в своем докладе на соборе в Сан-Франциско. Другие выступающие на соборе тоже много внимания уделили нашим промахам. В частности, создание параллельной иерархии на канонической территории Русской Церкви. Допускали мы и горделивые высказывания. Некоторые архиереи осмеливались утверждать, что московская патриархия безблагодатна. Слава Богу, что на соборном уровне этого никогда не было заявлено. Слава Богу, что все позади. Кавычки закрыты. Далее Игнатий Тихонович комментирует. Мне не хочется даже комментировать подобные странички. Настолько плотски и слепо рассуждают. Какую-то роль якобы сыграла канонизация Ксении в России. Это же бред сивой кобылы. Россия как государство и советское православие исчезнут навсегда. И верить большевикам никак нельзя было. А это делал митрополит Сергий Строгородский. Но постепенно, через десяток поколений ирочекистов, выпистыванных в прайбирках КГБ, появились такие дельцы, которых не нужно направлять. Но они еще и сами подскажут своим хозяевам, как лучше удушить небесное. Эти повитухи слушают фараона исправно и получают доходные места. Дух лжи обуял сергианцев и мгновенно перешел в уста тех, кто пошел не на конкордат, только и не по дулам револьеров, а добровольно и в полное подчинение сужимками и экивоками в объятиях патриархийных архиереев. Мертвые прильнули к мертвым идолам из Кремля и из патриархии. Псалом 113 и 16 стих. Подобны им, да будут делающие их все, надеющиеся на них. Псалом 134 и 18 стих. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Ни по одному пункту московская патриархия не уступила, не раскаялась, а значит гнить им вместе и пожинать проклятие вкупе. Прок Иезекииля 2.3 Пространство требует и души, и тела. Духовные и в пользу государства. Стеснению и тюрьме в наручниках, да плах, амнистия, свобода, лучшие лекарства. Сергей, ты смотри как, души и тела. И души и тела, да, все. Увидел, заново. Пространство требуют и души, и тела. Духовные и в пользу государства. Стеснению и тюрьме в наручниках, да плах, амнистия, свобода, лучшие лекарства. Младенец ползает и познает окрест. Опасности без зубом ртом на вкус, как образец стесненности есть крест. И одиночество пример на нем Иисус. А как же в вечности без времени секунд пространство там имеет ли пределы? Нас не пошлют ни к звездам, ни к песку, которые в подсчетах проглядели. Вот только прозвернутся Чингисханам, их косоглазие по всем Европам рыщает. Наполеоны, Гитлеры с ним канут и станут червякам обычной пищи. Им сузилось пространство до аршина, Геройство до истории в страницу. Так для чего ж хватали и грешили, Чтоб в узкий хлеб под холмик схорониться? Пространство широту и долготу, И глубину, и высоту мышления, В любви Христа тот час приобрету, Едва унизясь, вставши на колени. Мой стол вмещает Библию, дневник, Бумаги, пачку, карандаш и ручку. Я с ними мысленно к Адаму в рай проник, Звездою утренней утешился за тучей. Пространство запредельное вошло, Под скудный кров для лицезрения неба. Без веры в Бога человек лишь клоп, И таракашка с малой крошкой хлеба. В день нынешний вмещаются эпохи, Мысль переносится в такую запредельность. В душе покой, хотя вокруг так плохо, В дне воскресенья исчезнет понедельник. 20 июля 2006 год, Игнатий Лапкин. Ай да Пушкин, ай да молодец. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь», вопрос 3180, том 17. «Мне можно объяснить такую суетливость по объединению приходов Русской православной церкви в России со стороны Евтихи, вашего правящего архиерея?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос задать бы ему, но сразу же оговорить, чтобы ответ был дан на основании Слова Божия, а не снов и откровений, подобно тому, как он получил в Америке. Кинув своих сотрудников в один момент, переметнувшись на сторону лютых врагов истины. Лично я еще с ним не встречался после его перерождения в патриархийного апологета, а потому могу говорить только на основании того, что уже знал о нем и что под его именем написанное с тех пор читал. «Я это и ему говорил не раз, что ему надо бы народиться свыше от Бога Иеговы и Его Слова, а не от переписанных молитв. Если личной встречи со Христом не было у человека, он может только повторять чужие слова о сердце его мертвых, голосу совести и к венею Духа Святого». «Евтихий Курочкин Иван Тимофеевич любит говорить о послушании, смирении, о гордости в других людях, кается в том, что запредельно и казаться себе творящим волю Божию только в данный момент. Гневлив весьма и делается неуправляем». Послание Якова 1.20 «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Римлянам 1.18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Духовную работу не понимает и не интересуется ею. И об этом ему не раз говорил, когда он бывал у нас в гостях. Мы ему благодарны, что он нас терпел столько лет, и мы смогли жить под его амафором. За нераскаянные грехи Бог попускает человеку в конце жизни добрать полную меру грехов, чтобы низвести его в преисподнюю. Да не будет с ним того, хотя он к этому ломится неистово. Все его обращение надрывный вопль, выламывание перед теми, кого мыслит уже своими хозяевами, епископами Московской Патриархии. А уж требование подписки в лояльности от своего духовенства, этот крик отчаяния по указке оголтелых ненавистников Христовой истины. Искренно жаль его больного, может смертельно и потому нуждающегося в покое. Если с этим он и уйдет с лица земли, то имя его не будет предано забвению, а станет в ряд с узурпатором и предателем митрополитом Сергием, вот так же выкручивавшего руки, отворачивавшего голову всем, кто с ним был несогласен. Долго ли водит Евтихий шашни с эмпэшными епископами, не знаю. Но что патриархийная ржавчина сожрала его совесть, это сверхочевидно. Подобная метаморфоза случилась со всеми, кого я знал, кто входил в близкое общение с патриархией. Там смерть веры, совести и духовных рассуждений, дух лжи и неистовой ненависти к правде. Таковы дельцы от религии и связь с ними делает сыном гиены. Третье царство 22-23 «И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Маран Афа впервые прозвучала в письме к коринфянам апостола и старца. Кто Господа не любит, ржаветь ему причала и знать, что отлученным не достигнуть царства. Маран Афа развратником в портах, дельцам церковным, любящим кичиться, Всем молчунам, кто самостью пропах, не за столом Христа, а ест свои харчишки. Им до пришествия Христа быть отлученным, вне церкви погибать по разным сектам. Маран Афа отбарабанит четко, оставит шрамы и низкие отметки. Здесь не решение соборов и синодов, но не любовь к воскресшему Иисусу. Такой врабы самим собою продан, он на своих дрожжах с необновленным вкусом. Маран Афа печать на беглецах, распутниках, врагах и фарисеях. Анафима, разрыв любви кольца, провал дофанам всем от Моисея. Маран Афа запачканным сексотом, всем стукачам, Саглитатаем несчастным, всем прилепившимся к отаре божьей сбоку. И мне от наследия, и с искупленными части, не любит Господа. Так как же я люблю распятого воскресшего ровуни, Мои победы для кого салют, и прежде смерти ветром их не сдует? Как не любить любовь? Она превыше обрядности всех жертв богослужений, Его слова для нас, вода и пища, Их сохранить от разных искажений. Маран Афа, пусть не стучится к нам, В любви к Христу тьме жить не суждено, Нелюбящий Христа себя во мрак изгнал, Он по-монашески далек и одинок. 21 июля 2006 год, Игнатий Лапкин Книга... Так, так, стоп. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь», Том 19, вопрос 3285. Так, как могло в раз уйти в прошлое все ясное, Что имела зарубежная церковь в вопросе по отношению Нелегитимной, неканонической структуры патриархии? С чем это связано? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. С невозрожденностью всех, архиереев, пастырей, мирян. Когда открылся железный занавес и стали общаться, То увидели, что они одинаковы, то есть мертвы. А что говорили раньше, то было как бы по отношению Самих себя, оказались ничем неотличимы. И объединение должно было быть в тот же первый год, Как паломникам открыли шлюзы сюда. Вот как это видит Марк. Цитата. Главным образом здесь подразумеваются решения Архиерейского синода и соборов зарубежной церкви, В которых содержались крайние оценки каноничности Русской Православной Церкви И даже совершаемых в ней священнодействий и таинств. В Русской Православной Церкви за границей Имели место достаточно, цитата, сырые и спорные С богословской точки зрения идеи. С одной стороны, некоторые таинства не признавались действительными, С другой стороны, говорилось о том, что если священник Совершает их с благоговением, то они имеют благодатную силу. То есть эти документы содержали спорные идеи и постановления. Присутствовал некий парадокс. Таинства Русской Православной Церкви признавались, цитата, Неполными, ущербными, но вместе с тем, Духовенство и миряне принимались в зарубежную церковь Через таинство покаяния. В приложении к акту отводится период в пять лет На переход приходов РПЦЗ, находящихся на канонической территории Московского Патриархата под амафор местных архиереев. Кто из викариев Святейшего Патриарха, согласно предложению, Будет осуществлять окормление этих приходов? Кандидатуру епископа, которому будет поручено Окормление этих приходов, должен определить Святейший Патриарх. Пока это вопрос будущего, процесс перехода должен проходить Естественно, так, чтобы постепенно исправлялась Та неприемлемая ситуация, когда в России, Где Московский Патриархат является канонической Поместной Православной Церковью, существуют приходы Зарубежной Церкви, которые по определению Являются приходами за границей. Другой вопрос, как этот процесс пойдет на практике? Необходимы усилия обеих сторон для того, Чтобы переход под амафор местных архиереев Протекал гармонично и безболезненно. О каком примерно количестве приходов идет речь? Сколько приходов в зарубежной церкви существует На территории России? Это примерно несколько десятков приходов. Сирахова 22.30 Когда нечестивый проклинает сатану, То проклинает свою душу. Спешка с уничтожением приходов от зарубежной церкви На территории России есть Неприкрытая боязнь жуликов Каждого, кто держит в руках светильник. Премудрость Соломона 2.14 Он пред нами Обличение помыслов наших. У людей Пред праздником уборка В стороне от этой толчьи Обмываю миром из ведерка Я стопы причистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, Ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали Пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подолу перла, Их слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, В волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, Словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна Вещим ясновидением, Сивил. Завтра упадет завеса в храме, Мы в кружок собьемся в стороне, И земля качнется под ногами, Может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, И начнется всадников разъезд, Словно в бурю смерч над головою Будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятья, Обомру и закушу уста, Слишком многим руки для объятия Ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, Столько муки и такая мощь, Есть ли столько душ и жизни в мире, Столько поселений, рек и рощ, Но пройдут такие трое суток И столкнут в такую пустоту, Что за этот страшный промежуток Я до воскресенья дорасту. Борис Пастернак, 1949 год. Борис Пастернак, Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь за границей». Том 19. Вопрос 3286. Неужели заграничные архиереи не видят, что в России нет никакого духовного пробуждения со стороны православных, а только храмы, храмы? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для того, чтобы видеть, нужны глаза. А глаза могут быть тогда, когда человек уже родится. Заграничные точно такие же, как патриархийные. Они всю святость видят в канонизации, в храмах и по тому, чему принимают за свет. В течение более 70 лет в наших заграничных церквах мы возносили молитвы, чтобы Господь избавил нашу страну от безбожной власти, а православную церковь от жестокого преследования». Наконец, после прославления новомучеников и исповедников земли русской к лику святых в 1981 году, советская власть стала отдавать трещины и через несколько лет рухнула. Она рухнула без кровопролитной войны. «И в этом был перст Божий. Получив свободу, русская православная церковь занялась залечиванием многих ран, причиненных многолетним преследованием и вмешательством безбожной власти во внутренние дела церковного управления. Десятки тысяч храмов и сотни монастырей либо уже восстановлены, либо восстанавливаются на оставшихся фундаментах, а также из полуразрушенных церковных зданий. В такой восстановительной работе прошло уже 16 лет. Многие монастыри начинались с нуля. К примеру, возьмем Оптину пустынь. В 90-х годах стали приходить люди ради монашеской жизни или просто потрудиться. Монастырь был запечатлен мученической кровью. Какой-то сатанист убил троих монахов. Иеромонаха Василия, Иноков, Ферапонта и Трофима. Это произошло на Пасху после окончания богослужения и разгове. Господь принял эту жертву, доказательством чего засвидетельствовано много чудесной помощи и исцелений по молитве у их могил. Уже пришло время для объединения наших усилий на поле церковной деятельности для спасения русских людей. Наш митрополит Владыка Лавр понял это еще несколько лет назад и вместе с другими преосвещенными положил начало в деле уврачевания существующего церковного разделения. В течение этого времени были образованы комиссии, труды которых я лично считаю весьма удовлетворительными, так как они подготовили почву для успешного проведения 4-го всезарубежного собора, а также и архиерейского собора. На этих соборах было подтверждено, что время примирения русской православной церкви настало. Алипий. Архиепископ Чикагский и Детройтский. 13-го по новому стилю 26-го октября 2006-й год. Иеремия. 7-4. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Он стоит предраскаленным горном, невысокий старый человек, взгляд спокойный и кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищает над седою вспененной дивной. Пуля им отлитая, отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду смертельно за тоскую, прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мягкую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек. Николай Гумилев, 1916 год Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь», топ 19, вопрос 3335. «Зарубежные приходы считались как бы однородными, но вот заговорили об объединении, и почему они стали так разделяться между собой?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это и есть лучшее доказательство, что объединяющей силы не было. Были даже общие дела, рассылка книг в Россию, сбор средств, строительство храмов. Но на поверку это не выдержало испытания. Ностальгия по России подтачивал их единство. Они видели это при любом раскладе, а некоторые только старую, ушедшую Россию видели и хотели бы помогать ей любимой. Но когда поехали туда, в начале перестройки русские, простые, то те обнаружили, что это не то. Они не такие, как в книжках по истории России. И меня там спрашивали, и там такие все, а мы-то там не пили, не курили, но по их меркам мы не те. Они горько в нас ошиблись, разочаровались. Мы в них не разочаровались, потому что мы их не знали и думали, что они такие же, как мы. Если бы они имели на себе миссию евангелизации того мира, где уже прижились, они бы занимались с молодежью, как делали в России сектанты. Но Библия не была объединяющей их книгой. И Христос, только на иконах остающейся, не мог объединить их. И казалось, что они очень разные, и оказалось, что они очень разные, хотя и думали, что все они одинаковые. А при изучении Библии они бы видели это намного раньше, и разделение произошло бы у Библии. Возьмем нашу общину. У нас нет разделения по этому вопросу. Появилось несколько смутьянов, но они не могли ничего доказать. Просто бузотерство. И они мгновенно вышли, отпали. Речи даже быть не могло об их претензиях на большее, чем уйти. А там, за границей, уже суды готовы пойти за храмы, потому что как строили их все вместе. А теперь большинство может отсудить себе храмы, а оставшимся в меньшинстве, чьи дети и внуки вложили так много в храмы, придется или строить себе отдельно, или стоять в своих храмах как чужим, слушать поминания патриарха-чекиста. Могло бы быть иначе, если бы Библия объединяла их раньше. Деяния 17.11 Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Исайя 49.18 Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты обличешься, как убранство, и нарядишься ими, как невеста. С настольной лампой дружим по ночам, пытаемся проникнуть за тьмы, за весу. Едва лишь строчку, первую начал, как карандаш, все 36 за месяц. Вникая в давние библейские сюжеты, вхожу по-свойски, не остерегаясь. Там стоило ли им нести такие жертвы, да ныне тянет в человечьей гарью. Высвечиваю самые тревожные моменты, меняющих расклад вчерашних сфер. Кто прав, канонизации пометил, неправых в вере критики подверг. Со всеми прежними героями пройдусь, свет лампы ослепляет их с затылка. Им нужен суд новозаветных уст, не холодом обдать, сопереживая пылка. При огорчительно ненужным оказаться в завалах тьмы, тысячелетий мрака, приписку сделать, собственную запись, как комментарий, чтоб им казался сладок. Когда известен общий результат, могло бы иначе с концовкой обойтись. Советы опоздавшие летят, игра там кончена, и завершилась жизнь. Умом и домыслом высвечиваю случаи, с евангельской меркой прислоняюсь. Сначала проникает только лучик, молитвой жаркою желаю выдать пламя. С Христом все иначе к свершению подошли, с доверием к начертанному Богом. Ввожу новозаветный дух в псалмы, евангельские строки на подмогу. Всего лишь круг мне высветила лампа, а из прошедшего примеры образцы. Для тех событий поднимаю планку. Так научил единородный сын. 23 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос. 3337. Выходит, что вопрос о спасении моей собственной души решают за меня чужие дяди архиереи, а мое личное мнение ни при чем. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот ответ Отца Петра Перекрестова на подобный вопрос. Почему ущемляются права прихожан и такое важное решение принимается исключительно архиереями? Такова природа православной церкви. Решения, касающиеся направления церковной жизни, принимаются архиереями, которым на хиротонии дана благодать, право править и слово истины. Наконец-то указали, где у них точка опоры. Слово истины. Вопрос не будет разрешен, пока не узнаем, что это за слово истины и где найти это слово истины. И каково к этому слову истины отношение самого слова истины. «Править» значит исправлять, выполнять, не допускать повреждения. Об этом как раз и говорится в Библии. Евангелие Тиана 8,51. Истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. А соблюдая решения смертных и противоречивых решений разных соборов, мы такого уверения не получили, что не увидим смерти. А может быть даже совершенно напротив, впадем в смерть. Евангелие Тиана 17,17. «Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Слово Божие есть Библия, которую мы и освящаемся, а не только благословением тех, кто мнит себя быть сохранителем вечного слова, чтобы правильно его исполнить». 1 Иоанна 2,5. «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из чего узнаем, что мы в нем?» О любви Божией мы не сможем узнать от тех, кто свои решения меняет по духу времени, не сверяясь совершенно с автором вечного слова, на которого даже пытаются ссылаться. Ефесянам 1,13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». 1 Фессалоникийцам 2,13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». «В вопросе объединения ни та, ни другая сторона абсолютно не заботятся о том, чтобы доказать, что они верно понимают Слово Божие. Им каноны, каноны и мнения частных людей, которых сами же провозгласили угодными Богу». 2 Тимофею 2,15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. «Так почему же телефон молчит? Неужели стал не нужен никому? Выздоровели все и некого лечить? Не в горбольнице, а просто на дому? Нет, не прервали кабели землекопы, поднимаю трубку и точится звук. До этого звонки поштучно с копом, а вот теперь на целый час капут. И не моя вина, ведь я все тот же. Я от себя ничем не отвратил, но ощущаю свежим чувством кожей. Но скажут, что за кожа у тебя, старик? Так что случилось? Мой вопрос не праздный. Я на молитве память углублю, и проясняться начинает сразу. Я заглянул к телефонистам в люк. Да просто испытание на час и отдых для духовных размышлений, Чтоб поприще молчания начать. А был у деятельности каторжник и пленник. Все, что Бог дает и допускает, требует анализа и вывод. Контуры вначале лишь мазками, сравнивая с тем, что уже было. Целый час заторы для звонков от цивилизации едва не откачнулся. Обложился просьбами со всех боков, чтобы помолиться к Иисусу. Даже в этом милостью смотрел. Лестовкою четками снабдился. Скрылся от звонков тревожных стрел. От трезвона тишиной прикрылся. Выхожу из комы неохотно. Оживая для серьезных дел. Для овец вершу на зиму копны. Только б свой дел не проглядел. 26 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос 3338. «Что заграничные делатели ставят себе в заслуги за прошлые десятилетия, и что считают за ошибки, и согласны ли вы с их оценкой своей деятельности?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Они ставят в себе в заслугу канонизацию царского семейства, прославление Иоанна Шанхайского, а это совершенно ничто, так как участь посмертная не им принадлежит определять, а Богу и Иегове. Значит, в этом вопросе они просто играют на невежестве тех, кто не научен Слову Божию. И многое подобное сему говорят. И вдруг за ошибку признали открытие своих приходов на территории России. А это-то и было самым важным, что они сделали. Как-то еще нигде не читал, что они раскаиваются в прошении прощения за гонение на старообрядцев их предками. Они в РПЦЗ сейчас отгребаются от самых светлых страниц своей истории. Цитата. Мы должны признать, и милостью Божией на 4-м всезарубежном соборе признали, что были совершены ошибки в прошлом, и нам теперь приходится за эти ошибки платить. В качестве примера одной из таких ошибок на соборе приводилось принятие в состав зарубежной церкви некоторых российских приходов. Возможно, что принятие приходов на территории России было переходной стадии, мостом между русскими на западе и в России. Но, с другой стороны, ведь указ номер 362 патриарха Тихона и наше собственное положение не допускали основания епархий или открытия приходов в России. Также не позволяли они вмешиваться в дела Элладской церкви. Элладской церкви имеются в виду хиротонии греческих старостильных архиереев, совершенные иерархами Русской зарубежной церкви в 1962 году. Греки-старостильники ныне разделились на многочисленные группы, не признающие ни друг друга, никого-либо из поместных церквей и вносящие смущение в церковную жизнь. Их хиротонии не были одобрены митрополитом Анастасием и архиерейским синодом. И только в 1969 году уже при митрополите Филарите были подтверждены. Еще цитата. В тех кругах, которые довольно активно и непримиримо сопротивляются нынешнему объединительному процессу, не наблюдается процесс осмысления, роста, понимания нашего положения. И как нам кажется, никакие сроки не помогут им в этом. Только личный опыт, живая встреча с современной православной Русью может смягчить сердца этих людей и дать им видеть то радостное, светлое, обнадеживающее в церковной жизни России. В наши годы учебы в Троицкой семинарии нам, семинаристам, говорили, что барометр церковной жизни – монашество. Там, где монашество процветает, там здоровая церковная жизнь. За 15 лет патриаршества, патриарха Алексея II, число монастырей в России выросло в 30 раз – с 21 до свыше 600. То есть в России почти в два раза больше монастырей, нежели приходов в русской зарубежной церкви. «Думается, что ни один противник прославления новомучеников, как за рубежом, так и в России в настоящее время, не может не признаться, что дело прославления было великим делом». Конец цитаты. Сирахова 15.7 «Если он и делает добро, то делает в забывчивости, и после обнаруживает зло свое». Об открытии приходов говорят как об ошибке. «Имея в виду, думаю, так только Валентина Русанцева в Суздале. Он их огрел так, что они все еще не могут опомниться. У Валентина более ста приходов и много архиереев уже. И он митрополит. Он растет. И эти исчезают. Митрополит Лавр вполне мог бы послать ему послание одобрительное с эпиграфом». Евангелие Таана 30.30 «Ему должно расти, а мне умоляться». «Если же собака не умеет лаять, то скажите, для чего она? Сторожа годится только злая, годная и ночью охранять. Был пророк попами недоволен, обозвал их бредящими псами. В конуре и воздух был намолен пьяными с похмелья голосами. Пес не годен, если любит спать. Будет стан тот час мажеводерню. Зубы бестолку, сосна раскрыта пасть. Чем же отличается от мертвых? Пес ученый мерзнет у отары. Волка чует, гонит за версту. «Если и ослабнет, станет старым, видит, что в него щенки растут. С псом надежным и хозяин цел. И в имуществе не терпит он урона. Вместе с волкодавом на волка насел. Заинтересованность здесь кровна». «Как же не понять, поймет и тать, дальнюю дорогу и усадьбу объезжая. Вот пример, каким я должен стать. Стражем быть, не нежиться в пижаме. Надо б наблаять злых еретиков против троицы через стрелы оборзели. Укусить в любой момент готов и по ветру распушить их из зелья. Есть собаки злющие, как бесы. Рвут детей, хозяина и кошек. На таких Господь ярлык навесил. «За ограду извергов в гиену будет брошен. Берегитесь псов!» Предупреждал доблестный служитель Божий Павел. Он как будто ныне описал Кагал. «Не побитыми тех псов и не оставил». 17 декабря 2006 год Игнатий Лапкин Рошае стихотворение прям по мне. «Обита с depurination». «Не побитыми тех псов, не смею chapter 2». «Дот в этом пortune» «Берегитесь псы!» «Берегитесь па虽ом!» «Обита с help» «Дительным служим трудом!» «Обита с копиленка» «Берегись па虽ом» Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 3339. Том 19. В австралийской епархии упираются и не хотят поминать патриарха Алексия за богослужение. Так ли это важно и кому? Что за амбиции и почему бы в этом не уступить ради экономии, о которой столько сказано положительного? А иначе многое могут потерять и не войдет в патриархию целый континент. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все каноны сегодня можно свести в один. Пади и замри перед архиереем. Апостол Павел некогда свел же все заповеди в одну. Галатам 5.14. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Есть один канон из 989 канонов с правилами Есениана, в котором сказано, что и просящему прощения грех не отпускать всем веки. Так что тут же комментаторы сокрушенно и с испугом проглаголовали. Не знаем, почему уж так строго поступили отцы. Но не решились правила это отменять. Я сам читал это правило в Иосифовской кормчей. Но в новых изданиях уже подрихтовали и его не обрел. Что это за правило? Может о любви к Богу к первой заповеди свели? За что действительно анафема положена? 1 Коринфянам 16.22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, как бы не так. За захват канонической территории одного епископа у другого. Это же для них царство и княжество. Цитата. Мы за каждой литургией после евхаристического канона и пения достойно есть, поминаем наше священное началье. Это поминовение определяет, кто мы, и начинается словами. Во-первых, помяни Господи. Кого же мы первого поминаем? Кто для нас первый? Кто глава нашей зарубежной церкви? Мы первым долгом поминаем православное епископство церкви Российские. И только после него уже на втором месте поминаем господина нашего высокопреосвященного митрополита Лавра. После кончины митрополита Петра Крутицкого, архиерейский собор русской зарубежной церкви постановил возносить имя митрополита Кирилла Казанского. Поскольку последний находился в тяжких обстоятельствах, чтобы не затруднять его трудное положение, было решено внести, цитата, анонимную формулу его поминовения. Православное епископство гонимая церкви Российская. Православная церковь не знает анонимных или обобщающих формулировок в отношении поминовения священноначалия. Наш нынешний кризис и заключается в том, что мы первым поминаем православное епископство церкви Российские и не знаем, кто это. Не зная этого, мы не можем знать, кто мы. Теперь же, когда у нас имеется возможность съездить в Россию, входить в контакт с представителями и Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и разных групп, именующих себя катакомбниками, а также знакомиться с дотоли нам неизвестными документами в прежде недоступных архивах, У нас не осталось оправданий, и мы обязаны искать выход из нашего истекшего временного положения и знать, кого мы конкретно первым поминаем. Люди в нашей церкви, в особенности архиереи и духовенства, сведущие в канонических вопросах, понимают, что русская зарубежная церковь находится на грани канонической катастрофы. Если сейчас не решится вопрос нашего канонического статуса, то у нас не будет никакого статуса, что для православной церкви недопустимо. Отец Петр Перекрестов Псалом 9.29 Сидит в засаде за двором в потаенных местах, убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Деяние 12.21.23 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Верность дружбе, принципам, идеи ценится всегда во всех народах. Как и в помощи, не краснобай, а дельный, кем ты никогда не будешь продан. Счастлив муж такой святой жены, он из ряда всех мужей выходит. Бури и невзгоды не страшны, потому что тыл к сраженью годен. Столько же о счастье говорят, голос тратят даже не на сцене. Распроси счастливцев всех подряд, что они в других как дар оценят. И услышишь гимны красоте, дружбе закадычной на природе. Но больного кто и где воспел, тех, кто все страдания принял кротко. Верность там, где рушатся устои. Когда ближние клянут такую дружбу, ценим завоеванное сбоем. Стаи хищников напрасно рядом кружат. Смею похвалиться натощак, и при изобилии самом полном. Нет добра, как плоти на мощах, где душа без дел. Позорно голо. Мой Господь учил меня, имял, не уча с таким дырявым слухом. Вытащил из проруби и бросил в полымя. Сбросил с высоты, но на перину с пухом. Тот-то удивятся молодые, что и в старости мы сочны, плодовиты. И не по зубам, бацилам, так продымлен, перетерт на мелком решете и сити. Верность Бог свою мне подтвердил. Продубил, прожег и переплавил. Позвонки, как скрепы, устропил. В них мой дух, и в дружбе он есть главный. 21 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос. 3351. Стал замечать, что в последнее время в патриархийной печати указывают на какие-то соборные каноны по отношению нарушения их зарубежной церковью. «Почему же они о них ничего не говорили раньше?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Говорили, а вы просто не обращали на них внимания. Я когда-то очень вплотную три года занимался канонами и нашел, что из 719 ныне, как бы действующих правил, 7 вселенских, 9 поместных соборов и святых отцов, 13 учителей, 413-57% повседневно, постоянно и намеренно, пренебрежительно нарушается. «Очень крепко стараются владыки сохранять только те каноны, которые оберегают их власть и их владение, где дело касается наказания за нарушение их прав, их имущества, чтобы куда не ушел их раб-священник, раб-дьякон. Тут бы им в помощь все послания Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Но все эти правила не имеют никакого обоснования на страницах Писания. Даже напротив того, нужно быть крайне осторожным при общении с епископами, чтобы они тебя не затащили в ад, не сглотнули с твоим имуществом, особенно при поступлении в монастырь. «Попробуй засомневаться в том, что ваш епископ не ангел вашей церкви, не пастырь овец, но волк в овечьей шкуре, и, может быть, самый настоящий антихрист. Что тут будет? И как же они не растерзали Павла за эти слова?» Деяние 20.29 «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Иезекииля 34.8 «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение. И без пастыря сделались овцы мои пищей у всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли». 2 Иоанна 1.7 «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Какой епископ сегодня исповедует Христа как воплотившегося за наши грехи, и кто несет эту весть в мир? Евангелие от Матфея 10.32 «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред отцом моим невестным». Без исповедования нет надежды на спасение. А попы приучают людей верить в душе, и на исповеди совершенно не спрашивают, являются ли прихожане свидетелями Иеговы в этом мире прелюбодейном и грешном. Римлянам 10.9 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 14.11 «Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». 2 Коринфянам 9.13 «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». 1 Тимофею 6.12 «Подвизайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Где не исповедуют Христа, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, там губят веру, землю делают солончатую». Лука 11.23 «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Епископы не имеют морального права бряцать канонами, ибо каноны даны для созидания церкви, а не для разрушения и осквернения. Согласно канонов, они почти все должны уйти в затвор и там зализывать свои гнойные раны. Церковная мафия – самая страшная из всех преступных группировок, ибо она прикрылась овечьими одеждами». 7 Вселенский Собор 3. «Всякое избрание во епископа или пресвитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу». Апостольское правило 30. «Если какой епископ, мирских начальников употребив, через них получает епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Ни один епископ не может отличить волка от овцы, так как оглашенные языдики практически нигде не выполнено быть, нигде выполнено быть не может, потому что нет обращения через рождение свыше, через уверование, а есть дьявольское изобретение, воцерковление, через обрядность и обычай, через традицию и корни. «Мирские люди по обычаю всех храмов входят и грешат безмерно недостойным причащением, ибо не могут рассуждать о теле Господнем, так как их никто не учил о жертве Христа на Голгофе. рассуждать не только о теле в чаше, но главное – о теле на кресте близ Иерусалима». Бытие 19.31. «И сказала старшая младшей, «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». Живуч кагал еврейских чудотворцев С тех незапамятных египетских времен, Там Моисей творил, Быть может, Морщась, Рукою прокаженную, Как будто мертв. Но и волхвы, Как знаем, Не дремали, Драконий дух Змеенышей творил, Противились и Анне, И Иамрии, Знак перепончатых, Свистящих крыл. Злым иудеям чудо подавай, И с каждым разом все оригинальней, Всем неразменный рубль И каравай днем на трибуне, А ночами в спальне, А чернокнижества каббалы сдурели, Хватают за грудки и требуют чудес, Ульянов, Шиклер, Рубер Рождаются в апреле, И думаю, Что в этом тоже что-то есть. Мы проповедуем Распятого Христа, Не чудотворчества, Мощами и крестами, От мироточения, Пожалуй, Враг устал, Лишь помраченные попы В том не устали. На чудотворчествах, Пустых и бесполезных, Замешаны все жития святых, Так чудеса и в алтари пролезли, В канонизации внедрились и в посты, Паломники, покойники за чудесами рыщут, К бомжам, к башкам дивеевским, К могилкам бесполезным, Питаются отнюдь не словом Царской пищи. На Соловки, На Валаамы лезут, Мы проповедуем О чуде воскресенья, Евангельская вера, Чудо века, Чудесное, Божественное семя, Есть чудо В православии, Оно так редко, Из благовестия Произрастает чудо, Зерно осотлевшее Так чудно воскресает, Враг обольщает Чудесами грубо, Читайте Библию, Не обманитесь сами. 31 декабря 2006 год, Игнатий Лапкин. Аллилуйя. На сегодня все, Благодарю за внимание, С Богом. Я гляжу только Остались-то тут, Надежда Васильевна, Оля, Оля, Все остальные вышли, Все остальные спать. Так, Понедельник, День рабочий, Люди работают, В поте лица хлеб добывают, Чего же вы спать сразу, Потому что на работу влетели. Ну ладно, Ладно. Ну ладно. Так, Игнатий Тихонович, У меня один файлик Не записался, Я вам, А вы же ведете запись, Да? Ну, Так как было, Так и идет. Запись идет, Запись идет. Помните, Я как-то у вас, Как-то у вас просил, Один файл вы мне переслали, Я вам напишу, Какое, За какое число. Ну да. Это, Потом перешлете, А вы, Как я его перешлю? Лучше всего, Ты когда придешь. А вы на Яндекс.Диск, Вы на Яндекс.Диск Умеете записывать? Умею, И не пойду туда. Не умеете, Не пойдете, Да? Я люблю, Правильно, Если ты придешь, Когда сюда, Ну, Молиться-то, И захвати с собой флешку, Я тебя скину, И все, Торопиться-то с этим, Какая разница, Когда? Вот это понятно, Да. Ну да, А что, Закачиваю, А потом убираю, У меня даже времени нет, Совершенно нету. Да тут, Что на флешку закачивать, Что на Яндекс.Диск, На Яндекс.Диск, Она еще быстрее даже закачивается, Чем на флешку-то. Так что, По времени вы ничего не прогадаете. Я туда не захожу, Даже не захожу. А я бы вас научил бы это, Или чего? Вот я один раз полез, У меня все в куче на экране сбило, А у меня 70 папок лежит здесь. Я до обеда их разбираю, Куда какую поставить. Не надо мне. Как только я чуть-чуть отверну в сторону, У меня на экране везде все по-другому. Мастера вызывать надо. Такая техника. Сегодня спросили, По интернету, В это, Мой мир. Вы, как и другие, Пользуетесь на меня. Говорит, 10 лет. Какие ваши отзывы? Ну, кое-как им послал. Я говорю, мы молимся за вас. А вы уменьшили. Раньше было как? Мейл.ру. Ни один, ни два. У меня 10 тысяч друзей. И им всем одновременно Можно было послать сразу 12 фотографий. И 5 тысяч знаков. Текст. Сразу. Три раза только кнопки нажал, Там разная. И все улетело. Ну и власть, видимо, прижала, И они перестали это делать. Ей равных нету. Мне нужно для проповеди. А не для того, чтобы Играть там эти разные Ватсапы, эти, косапы. Косолапые. Так вот, по Ватсапу-то Вы как раз и сможете Это делать сейчас. Еще раз. Одним кликом. Если вы создадите группу И наберете друзей Одним кликом Ватсап это может делать. Да ничего там не сделаешь. Там собрались молодежь Одна только Перекинулся парой слов. Мне текст вот такой Ты сейчас считал, который Как я сразу здесь? А здесь стоит В Ютубе. Бери, пожалуйста. Даже сравнивать нельзя. Порошинки не стоят. Это для игрушки сделано. Вот Ингресс Ингресс Там этот Вначале говорит Там Там фотографии ставят. Все положил фотографию 15 слов Больше ничего не скажешь. Один человек. Нет. Серьезная система Это у меня форум Сайт Ютуб Мейл.ру Остальные Фейсбуки Они у меня до тошноты неприятные Твитеры разные Там завели Живой журнал Хвалился-хвалился Один открыл мне журнал Ну еще Юлия была Трудилась Ставила А посещаемость какая-то Если Я говорю Я говорю У нас даже Вот Там Я не знаю В Ватсапе Сколько количества знаков Но у них Говорю Можно Одним кликом Сразу все получают В Мейл.ру Это убрали А в Ватсапе Сделали Поэтому Надо погибший быть Сережа Усчезла нет нигде Все Я послал И больше никто не знает А у меня посторонние Которые не знают Услышали Они заходят и берут А там ничего нет Пустота Я послал Получили Где? Ну в Ватсапе Допустим Получили 10-20 тысяч человек Получили Через день Люди Которые узнали О наших ресурсах Хотят посмотреть А где? Ничего нету Нету Это разовые Ребятишек Которые едут Там в автобусе Балуются Они сидят Все эти Смартфоны А не моего телефона С которого я не звоню Она не стоит Столько информации Мне нужно для работы Как можно шире Разослать А в Mail.ru Там сделали Сейчас только Три По одному А четвертый Уже блокируют Власти Прижали Зачем бы они уменьшали Я их полюбил Не знаю как Ну там и так Отдельно фотографии Вот они стоят у меня 10 лет фотографии 24 тысячи фотографий Любое открывай Смотри Разбазарено По плейлистам А ватсап Что Да еще инстраграм Какой там грамм Какая фотография Игнатий Тихонович Вы 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 не понимаете Что вам хотят донести И понимать Самое главное Обидно Одноклассники Одно и то же Ну Я не знаю Зачем это говорить Да близко не стояло К тому О чем я говорю Ты зайди в Mail.ru Какая почта Как все делается Какие места Как в архив положить Ну нет этого Нигде больше Как это нету-то В одноклассниках Можно даже по скайпу разговаривать Не то что Об Mail.ru не поговорите Я говорю Об одноклассниках Которые я знал Лет 5 назад Может что-то они и сделали Ничего нету Ваши одноклассники Пару Все Да все есть Игнатий Тихонович Все есть Это есть Никуда не делась Вы просто знать Не хотите этого Вы не работаете И живете прошлым У вас ресурсы слабые Вы начните говорить У меня 24 тысячи Моих фотографий Сначала покажу У кого это есть И все они на лицо И сколько смотрят Хоть сколько Хоть миллион заходи Это склад А не то что там Афишка какая-то висит Зачем склад Если никто Об этом складе не знает Вы так же по ватсапу Можете дать ссылку На этот ваш склад Который в мейл Я прошу Я вас прошу Через этот ватсап Ухажите на наши ресурсы На наш ютуб Не увеличивается Ни грамма Посещаемость А выступил там Мертвые Они мертвые Они мертвые не слышат Первые слова Меня даже не видят А прям сразу Матерки 99% матершинники Да я вчера В чат-рулетке С девчонками общался Все они Не все они плохие Молодые Слушают И что Тут надо как бы Помолиться И может что-то Господь устроит Я вам говорю О возможности Посылания Одновременно всем Она есть А вы говорите Нет Вы в неведении Находитесь В заблуждении Ну хорошо Ты знаешь Сделай одно только Много не пиши Укажи на наши ресурсы Я тебе их сейчас скину Укажи И посмотрим Кто придет Там не Не с кем разговаривать Вы как будто Не видите слепые Когда я вот это Говорил о соборах Проще Уши зажимали Слушать не хотели Когда я был в Америке А когда рухнули Туда уже и говорить не о чем Уже околели Сейчас я тебя скину туда И всем У кого есть Эти кацапы Ты им передай Кацапам этим Чтобы они Распространили То что я тебе дам А ты им скинь этот материал У меня Нет Игнать Тихонич У меня в Ватсапе Никого нету Нужно Сделать группу Группу И набирать Так же подписчиков Как вы в Мелру Сделали это Вы уже время Вы вспомните Сколько мы сидели И тыкали 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 Приглашали Чтобы подписчики Были у вас А ничего нет Это ничего не дало Это программист говорил Он говорит Я таким образом Раскручивал Я говорю Это не тот вариант Тут другая платформа Я про другое говорю Как у вас в Мелру Оказалось Столько друзей А там любой Вот я захожу Допустим Сегодня И сколько есть Я нажимаю Я в течение одного часа 80 с лишним забрал Через два дня У меня уже 3000 Я их приглашаю Они отвечают Вы не знаете Просто Нет Он об этом и говорит Как раз Вы его не слышите Я слышу Он сказал Вы так же приглашали людей Почему у вас много едет Он не про это сказал Он сказал То что заставляли нас давить Там чтобы Нет Он про Мелру Вам говорил Да нет Володя прав Игнать Тихонович Вы меня не слышите И слышать не хотите С вами разговаривать Просто тяжело До свидания Ладно Ладно Докажи Отошел Все Не хотите Все Не надо Ничего делать Докажи Пошли сюда людей Ничего У меня нету этих людей Нету их Набирать надо Я говорю просто Что есть программа Другая Другая система Которая позволяет Посылать одновременно Вы не верите Так же надо В ватсапе сидеть И искать этих друзей Набирать Такие люди Ты посмотри Кто этим занимается Они вот Даже разговаривают Через полминуты Он уже выскакивает Я только перекрестился Он кверх ногами Вы как будто Ничего не видите До свидания Нахваливает Ну Тогда и продли